Добрый день, дорогие телезрители! В эфире солнечная передача Куншуак на календаре 25 октября, вторник. В Казахстане этот день предложили отмечать в качестве национального праздника – Дня Республики. День Республики напоминает нам наши силы в единстве. И, пользуясь моментом, поздравляем всех телезрителей с праздником. Желаем мира и добра, успехов и благополучия. Всегда с оптимизмом смотреть в будущее и жить, испытывая радость от каждого прожитого мгновения. И начать сегодня нашу передачу мы бы хотели с песни, в исполнении солиста Дворца культуры молодежи Русема Киреева «Атамыкинге Цагныш». Жай қалған орман кырбасында, Тербелген ақшайық жағасында, Аулымды көркейді бөсірген, Ақсақ алқарттарым амансың ба. Сағындым мәкел өзіңді, Адам бол деген сөзіңді, Ер келеті бір жеткізген елімді. Ер келеті бір жеткізген туған жерді. Мақтанам кең байтақ мекенім мен, Жайықтың бойынан екенім мен, Ағжарғын жайылған дастар қаным, Бабалар дәстүрі екенім мен. Сағындым апа өзіңді, Қолыным деген сөзіңді, Ер келеті бір жеткізген елімді. Ер келеті бір жеткізген туған жерді. Қолыным деген сөзіңді, Ағжарғын сөзіңді, Қолыным деген сөзіңді, Продолжение следует... 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 свои законы, свою экономику, свои границы, все свое, что положено государству. Это было заявлено 25 октября. И этот праздник, естественно, стал национальным праздником. Но здесь уже говорили, что в 2009 году этот праздник был перейден в ранг государства, а потом этот праздник был заменен другим, и день суверенитета был перейден на 16 декабря. Но недавно, в 2016 июля 2022 года, на национальном Курлутае было принято решение о том, что возрождение этого праздника и возвращение Дня Республики именно 25 октября, как национальный праздник. А чем отличаются эти национальные праздники от государственных? 16 декабря, я закончу здесь, осталось Днем Независимости. Национальный праздник – это праздник, который имеет общенациональное значение. И даже мало того, что общенациональное, он уходит за пределы Казахстана. Оно утверждает, является праздником, который утверждает нас, с одной стороны, в международном сообществе. Да, вот мы, свое государство, отдельное государство, у нас есть документы, конституции и прочее. Это праздник, который имеет значение для каждого. Государственный праздник, он рангом пониже. Это, во-первых, праздник, который имеет общественно-политическое значение, в первую очередь. А национальный праздник – это праздник и культурный, и общественный, и политический, и государственный, и праздник международный. Именно в этот день, в День Республики, все государства мира должны поздравлять друг друга, в частности, нас с Днем Рождения, если можно так сказать. Казахстан, как в свое время государство, родился именно 25 октября. Поэтому он называется День Республики. И я считаю, что вполне справедливо, ему был возвращен статус национального праздника. А вообще, в чем основная ценность данной декларации, на ваш взгляд? Самая главная, на мой взгляд, это мы провозгласили себя суверенным, независимым государством. Слово «суверенитет» обозначает, что мы суверенны, то есть независимы, самостоятельны. Мы сами определяем свою политику, свою экономику, свою культуру, свою жизнь, все, все стороны жизнедеятельности. Каждого казахстанца и в целом общества мы определяем сами. Вот это и есть декларация о суверенитете. Декларация о независимости, это говорит декларация о независимости, в первую очередь, для внешнего мира, для международных отношений, для внешней политики, что мы, да, проводим независимую свою политику, Мы проводим политику, интересы в свое общество. Это имеет более, так сказать, международное значение. А День Республики – это праздник, который в первую очередь имеет значение для нас, для каждого. Это день, когда мы поразгласили себя как независимым государством. Я просто хочу еще раз напомнить всем зрителям, что это было в условиях Казахской ССР. Мы смотрели немного дальше. И через некоторое время, в 1991 году, когда распадется Советский Союз, мы примем решение и 16 декабря назовем Днем Независимости. Прошу вот это не путать, потому что День Независимости – это день, когда мы поразглашаем нашу цель – создать суверенным государством. А День Независимости – это день, когда мы стали независимым государством, выйдя из состава Советского Союза. Да, я тоже согласна нашими спикерами, которые сегодня. Хотел тоже поздравить национальным праздником, днем рождения нашей республики. Сейчас все хорошо объяснили, в чем отличие, суть. И еще я хотела добавить, что национально в том плане, что у нас этот праздник для всех национальностей. Вы знаете, что наше государство, Казахстан – это многонациональное государство. И это праздник для всех здесь, всего народа Казахстана, который представляет различные этносы. И я считаю, что тоже это большой плюс и большое богатство нашей страны в том, что у нас живут очень много национальностей в мире согласий. Я думаю, что это самая главная ценность, и его надо беречь. И я счастлива, что в нашей стране, в нашей республике мир и согласие есть. Но я еще хотела бы сказать, что, конечно, в рамках вот этого программы, вот этого праздника Республики Казахстан и государственные организации, и волонтеры, и общественность проводили различные мероприятия, начиная уже с 3 октября. Вот по сегодняшний день, именно посвященная республике, это не только материальная какая-то моральная поддержка социально уязвимых категорий населения, которые у нас, к сожалению, еще и есть, проблемы у нас есть, которые надо решать, социального характера. Мы этого не скрываем, никто этого не скрывает, а наоборот, это выясняется, проявляется, и об этом широко обсуждается наша республика. В том-то она и демократичная республика, и демократическая республика. Поэтому все вопросы, которые есть, ну сегодня праздник как-то не принято об этом говорить, но тем не менее все наши государственные организации делали открытых дверей, причем давали различные бесплатные консультации нашим гражданам, тем, кто нуждается. То есть всяческое оказание со стороны государственных организаций, волонтеров, общественности, бизнес-сообщества, помощь не только, я еще раз говорю, как бы привыкли, какие-то материальные. У нас очень много сейчас людей, которые обращаются, и Маслехат областной, и городской, и вообще государственные органы за консультациями, потому что разработаны в нашей стране, очень много государственных программ, поддержки бизнеса, и многодетных матерей, и социальных изменений. То есть в этих программах, значит, наши государственные организации проводили очень много, практически все, в день открытых дверей, вплоть до оказания бесплатных юридических консультаций, которые тоже сегодня, как говорится, хорошие юристы, тоже, ну, будем так говорить, дают хорошие консультации. И я бы хотел сказать, что в этой рамках вот этого нашего празднования 25 октября, вот, сегодняшний день, вот, проводилась у нас это, Жанна Шер-Жрёк. Именно вот за наш Рашер-Жрёк, это именно оказание помощи, поддержки со стороны государственных организаций, общественных организаций, всяческих, всех вот этих волонтеров, да, оказание помощи, поддержки друг другу, потому что помощь и поддержка друг другу, у нас это казахов называется АСАР, и крови нашего народа, помощи, поддержка друг другу, независимости от национальности, от вероисповедания. Я думаю, что в день рождения нашей республики мы должны тоже это отмечать. И я думаю, что поэтому, еще и поэтому, это праздник национально, имеет значение национальности. И я очень рада, что сегодня мы не забыли свою историю, я очень рада, что он возродился, этот праздник, потому что день республики, он как бы исторически, логически, день 25 октября, так сложилось, и хорошо, что он опять возродился, и мы его отмечаем. Спасибо, Алия Аутимисовна. У нас сегодня в гостях руководители молодежного крыла Течена-Игурского объединения в войнах. Залина, она представляет сейчас нашу молодежь. Скажи, пожалуйста, Залина, какую роль именно играет ваше этнокультурное объединение, то есть молодежное крыло, в деле сохранения исторической памяти именно народов, населяющих нашу страну? Какую работу вы ведете в данном направлении? Для начала хочу также поздравить всех казахстанцев с этим замечательным днем. И для меня большая честь сегодня находиться в кругу столь уважаемых людей в нашей области от лица молодежи. Хочу сказать, что именно наше этнокультурное объединение очень уважает казахский народ. Чеченский народ всегда не устает благодарить казахский народ за то, что принял в тяжелые годы, в годы депортации. И нашим этнокультурным объединением проводится множество мероприятий. Это и 23 февраля, День памяти и скорби. Это мероприятие, посвященное ко Дню Благодарности. У нас в Ассамблее существует как Совет Аксакалов, так и Совет Молодежи. Я как представитель молодежи очень благодарна нашему совету старейшин, которые всегда нас поддерживают, всегда напоминают нам историю казахского народа, историю всех народов, которые прибыли в Казахстан и в мире согласии проживают столько лет. То есть у вас одним из главных значений является патриотическое воспитание молодежи. И этому способствуют именно ваши Аксакалы, вы говорите. Есть совет у вас отдельно. А вот какая работа проводится в плане патриотического воспитания среди молодежи? Среди молодежи у нас всегда проводятся встречи. В каждую неделю мы проводим встречи с молодежью, рассказываем их о грядущих мероприятиях. И вот ко Дню Республики провели большое количество мероприятий, как экологических, так и культурных мероприятий, также встречи с ветеранами. Филипс Акач, может, вы тоже дополните? Мне, да, хотелось бы дополнить. Член Ассамблеи. Мы помним те времена, мы тогда работали, вот 90-й год, 91-й год. Это было сложнейшее время. Экономический кризис, большие недоработки в сельском хозяйстве, промышленности, вообще в социальном развитии нашей республики. И, тем не менее, наши депутаты, такие смелые люди, такие рискованные люди, приняли вот это постановление, и мы объявили себя независимым, суверенным государством. Конечно, впереди была огромнейшая работа, еще многие-многие проблемы возникали. Но, тем не менее, решение принято, государство, день рождения государства есть, и от этого уже все пошло. И вот я с большим удовольствием наблюдал, вот две недели назад, неделю назад, у нас в столице, в Астане, были огромное количество саммитов. Представляете, наше государство стало центром политической жизни планеты. Саммит по мерам доверия в Азии. Приехало более 30 делегаций со всего мира. Следующий саммит, саммит в СНГ. То есть, да, приехали половина мира решать проблемы, решать задачи, принимать решение, как дальше будет мир развиваться, как дальше он будет существовать, какие будут экономические взаимоотношения, какие будут политические решения. Это с такой большой гордостью мной воспринималось, потому что это наша столица, это наше государство. Вот 30 лет прошло, и мы стали практически центр политической жизни всего мира. Всего за 30 с небольшим летом. То есть, тогда решение исключительно правильное было, государство было рождено, и результат вот этот, всего за 30 лет какой потрясающий, какой великолепный, с политической точки зрения для всего мира. Я бы хотел еще подчеркнуть одну вещь, что 25 октября принятие вот декларации о суверенитете в произглашении Дня Республики прошло в мирных условиях. Мы, историки, любим аналогии. Вот 25 октября, в 1917 году, по старому стилю, произошла революция, известная как Великая, как социалистическая революция. По новому стилю, это 7 ноября. Так вот, у нас по новому стилю, 25 числа 1990 года, мы произвластили свою декларацию о суверенитете, произвластили День Республики. Я в этом вижу определенный какой-то смысл исторический, понимаете. В 1917 году действительно пала империя, мы начали освобождаться от колониальной зависимости, а вот через столько времени, 25 числа октября, только уже в 1990 году, мы стали, произвести себя суверенным государством. Мы, историки, любим аналогии, любим параллели какие-то. Конечно, это другая эпоха, но самое главное, что этот праздник мы завоевали своим трудом, своей верой в будущее. Этот праздник пришел к нам в мирных условиях, и дай Бог, чтобы мир продолжался всегда и у нас в Казахстане, и в соседних государствах во всем мире. Чтобы все проблемы важные государства, национальные, решались именно мирным путем, чтобы люди приходили к согласию, к мирному сосуществованию именно вот в рамках политика правового поля. Решение этих вопросов путем воли и изъявлений людей через определенные политические институты и решения. Вот что я хотел бы сказать. Поэтому в этом отношении наш праздник – это вообще выдающийся праздник. Я думаю, это число никто никогда не забудет. Это день. Спасибо. Мы продолжаем нашу праздничную передачу, посвященную ко Дню Республики. Сейчас прервемся буквально ненадолго на музыкальную композицию. Далее вернемся к нам в студии, продолжим беседу. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Сегодня мы открыто об этом говорим, что у нас широко используются практически все возможности наших социальных сетей. Есть еще страны, где это все где-то обрезано, ограничено. В нашей стране, слава богу, все возможности есть для демократического развития. Другое дело, что нам, гражданам, надо как-то в этой большой свободе, в большие возможности правильно сохранить свои как-то, потому что мое право или как-то заканчивается там, где начинается права другого человека. И поэтому создание института республики, вот это мне и позволяет быть свободным гражданином, но при этом соблюдать свои обязанности как гражданин республики. И мои права граничат там, где начинаются права другого гражданина. И поэтому я думаю, что это очень четкая позиция, об этом мы все знаем, понимаем. И я вот тоже наблюдая и средства массовой информации, и в наших социальных сетях, я вижу, что граждане нашей страны, они, есть, конечно, разные моменты, но все-таки наблюдая более интеллигентность, что ли, или более сдержанность характерна для наших народов, я думаю, тоже, прежде всего, потому что мы научились, испокон века, или же как исторически так сложилось, что мы принимали различные народы в силу разных обстоятельств сосуществовать, видеть особенности, национальные особенности, традиции других людей, других народов, которые приезжали сюда волей и судеб, и оставались, они внесли большой вклад тоже в развитие нашей страны, нельзя этого тоже исключать. У нас еще есть такое уважительное отношение к истории, к историческим событиям, которые было, нельзя их сейчас вычеркивать или там опровергать. То есть наша страна, да, действительно 30 лет независимым Казахстаном, но это не значит, что мы вот только нам 30 лет. Есть древняя история, есть современная история, есть история, когда была военная история, Вторая мировая война, есть исторические события происходили буквально в нашем сосуществовании, в Советском Союзе, и очень много хорошего, есть очень много плохого, возможно, как и в любой человеческой судьбе, так и в судьбе страны. Поэтому я, может быть, это будет пафосно, но я хочу сказать, что благодаря вот многобразию, да, единственному многобразию в нашем народе, я имею в виду все народы нашего, как единый народ, мы сохранили вот это, как бы, уважение друг к другу, соблюдение это, и уважение традициям, обычаям других народов, да, и мы охотно всегда празднуем все различные праздники, и вплоть даже, да, и государственные, и национальные, и вплоть даже до религиозных, я думаю, что это главное, особое достижение нашей республики. И это тоже возможно только при создании республики, то есть зачатки сильного государства, сильной республики у нас есть, и мы должны его просто сейчас сохранить и приумножить. Спасибо. Феликс Аркадьевич, а для вас что служит все-таки основным признаком суверенитета государства, подлинного суверенитета государства? Ну, вы знаете, хотел добавить, вот у нас сегодня великий день, день рождения нашего государства, но через месяц-полтора, будет 16 декабря, день независимости, который мы тоже всегда отвечаем, это государственный праздник, день независимости. И вот я внимательно изучал материалы Курултая, который прошел у нас летом, и там стало понятно, что день независимости у нас будет немножко иной, это будет своеобразный такой день памяти, павшим за свободу, независимость нашего государства, который жизнью заплатили за то, чтобы мы вот сегодня жили, сегодня развивались, сегодня делали. И поэтому день независимости праздник тоже большой, но мы его будем отмечать чуть-чуть позже. Ну и также мне хотелось сказать, что вот в 90-е же год, когда родилось наше государство, в 90-м году родилась и наша Ассамблея народа Казахстана. Тогда это было только начало, первые национальные культурные центры, первые национальные праздники, там, допустим, украинский праздник, татарский, немецкий и так далее, и так далее. Но тоже пробежало 30 лет, и смотрите, какая огромная у нас стала Ассамблея народа Казахстана. Имеет вот, мы, например, расположены в Доме Дружбы, на новой площади, площади первого президента, Дом Дружбы. Вот там 16 национальных культурных центров, каждый имеет свой зал, свой офис. Вот, например, наш этнокультурный центр Ламет, рядом с нами Азербайджанский центр, рядом с нами Чечено-Ингушский центр, рядом с нами Украинский центр. То есть это вот такое единение всех вместе. И сейчас вспоминаю, буквально на той неделе мы отмечали необычный такой еврейский народный праздник Роша-Хашана. Это Новый год, ну, еврейская традиция давняя, это Новый год, 5840 год. Вот такая древняя цивилизация, и мы по традиции каждый Новый год отмечаем. И чем это вот всегда отличается, много всегда приходит к нам гостей, много национальностей. Практически весь Дом Дружбы, все национальности вместе, полный аншлаг, полный зал. Мы сделали такой праздник, показали национальную кухню, показали концерт блестящий, показали выставку художественных ремесел. И также другой праздник, вот скоро другие праздники будут, мы также все вместе в Доме Дружбы отмечаем вот такие большие праздники. То есть вот это единение, вот это единение и смысл существования, создание нашего государства, единение, согласие, мир у нас в нашем государстве. Вот это, мне кажется, главный ослаболгающий принцип и центр того, что вот тогда наши смелые депутаты взяли и провозгласили. И началась история нашего государства, нового государства, независимого, суверенного. Спасибо. Мурат Новорогалевич, сегодня в Казахстане проходит важная реформа, и многие идеи, заложенные в декларации, получают дальнейшее развитие. Каких перемен еще можно ожидать в будущем? Ну, этот год в истории Казахстана войдет как переломный. Я не буду напоминать нашим телезрителям, что произошло в январе этого года. Летом прошел крул-тайм, назначены неочередные президентские выборы. То есть страна стоит на пороге кардинальных действительно перемен. То есть курс на Новый Казахстан, который был провозглашен, он будет продолжаться. Я хотел бы здесь просто еще одну вещь подчеркнуть, что День Республики, День Республики под названием Казахстан. Все государства, это при всех федеральные или унитарные, это национальные государства. И в первую очередь, конечно, это праздник казахского народа, который шел к этому празднику, к этому дню, к 29 октября, всю свою жизнь. Здесь уже говорили о казахском ханстве, о прочем, прочем. Есть, конечно, у нас политики за рубежом, которые говорят, что казахского государства не было. Это все историко опровергается. И современная геополитическая жизнь показывает, что это не так. И мы, конечно, в этот день должны вспоминать из тех, кто произносил первый день независимости и суверенитета, это наши деятели Алаш, из тех, кто боролся и подвергся политическим репрессиям. Тоже были люди, преданные своему народу. И они тоже положили свою жизнь. Но они понимали эту суверенитет, эту независимость, тех рамков, которые были. Сейчас мы имеем уникальную возможность для того, чтобы самостоятельно самим строить свое государство. Строить, в первую очередь, в национальных интересах казахского народа. И во второй очередь, и в целом, конечно, в интересах всего казахстанского народа, всего казахстанского общества. Не случайно и правильно об этом было сказано, мои коллеги тоже подчеркнули, что у нас, слава богу, есть вот это единство народа. Есть вот это согласие, которое мы должны беречь. К чему это приводит разногласие, к чему приводит, мы сами великолепно знаем. И поэтому, наверное, вот тот курс на Новый Казахстан, который проглашен, там красной чертой подчеркнуто, конечно, именно формирование единой идеологии, формирование единого подхода, формирование единой нации. А нации – это понятие не этническое, а политическое, это понятие, которое входит в все этносы, которые входят в Казахстан. И поэтому, мне кажется, что мы до порога очень больших событий. Я одобряю те предложения, как историк, как ученый, те предложения, которые выдваны были в связи с подготовкой вне очередных президентских выборов, что срок 7 лет – это тоже вполне оправданно, мне кажется. Нам необходим стабильный, приличный, длительный период для того, чтобы провести реформы. И мне кажется, что тот темп, который сейчас взят, он очень быстрый, очень быстрый, и он должен реализовываться. Но здесь, конечно же, мне просто хотелось бы, что и мы, жители нашей области, мы здесь тоже должны поддержать этот курс на развитие и формирование Нового Казахстана. Потому что только сверху ждать – это неверно, это уже мы проходили. Надо, чтобы мы сами активно в этом участвовали. И это будет залогом необратимости тех процессов, которые сейчас начаты и назначены, и которые будут продвигаться. Необратимость – вот что нам нужно. Потому что в случае другом, конечно же, Казахстан будет испытывать большие политические и экономические потрясения. Я в это не хочу верить. Я хочу верить, что сегодня, в этот день, День Республики, все жители нашей области, все казахстанцы понимают, что это очень серьезный праздник. Что это определяющий праздник. Что это праздник, который касается нас всех. И мы все должны делать так, чтобы наш Казахстан и дальше развивался как суверенный, независимый государственный. Спасибо большое. Сейчас послушаем еще одну музыкальную композицию, далее продолжим нашу передачу. Дорогие телезрители, не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Мен сене сиемын, сиемын, сиемын Казағыстан. Мен сене сиемын, сиемын, сиемын Казағыстан. Күгінде самлаған кайсарлық краны, Алтынгын әлемге төгілген шумағы, Берус топырақ бойымның тұмары, Қандай кейеледі. О, вақытым байлығым, отаның бұлара, Ұныш кім өзгерде алмайды сұрады. Бабалар қалдырған осынша бұраға, Тег өзім ме ермі. Мен сені сиемын, сиемын, сиемын Казағыстан. Мен сені сиемін, сиемын, сиемын Казағыстан. Мен сені сиемін, сиемын, сиемын Казағыстан. Мен сені сиемін, сиемын Казағыстан. Мен сені сиемін, сиемын Казағыстан. Мен сені сиемін, сиемін, сиемын Казағыстан. Мен сені сиемін, сиемын Казағыстан. Мен сені сиемін, сиемін, сиемын Казағыстан. Мен сені сиемін, сиемын Казағыстан. Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем нашу праздничную передачу, посвященную Дню Республики. И хотелось бы, Залина, тебе задать вопрос. Сейчас очень много внимания уделяется изучению именно казахского языка, государственного. В вашем клубе какая работа ведется в этом направлении? Мы знаем, что ты сама изучаешь казахский язык, хорошо владеешь именно государственным языком, даже читаешь стихи, поешь песни. Да, при нашем этнокультурном объединении существует «Казах войнах доставы». Такое у нас есть сообщество, где ребята, представители казахской диаспоры и представители чеченской диаспоры, дружно сплотившись, проводят такую работу, как благотворительная работа, благотворительные акции. И, конечно же, это язык, курсы по изучению казахского языка. Вообще у нас в Ассамблее существуют курсы по изучению казахского языка не только для чеченского народа, но и для других национальностей, для любых желающих, кто хочет овладеть государственным языком. Вообще государственный язык – это очень важная тема для нас. В Казахстане очень часто проводятся различные форумы для молодежи. Вот я сама недавно съездила в Астану, где проводился республиканский молодежный форум. И очень было приятно, когда собрались ребята со всех регионов нашей большой страны. Ребята – это как азербайджанцы, евреи, русские, украинцы. И все они дружно между собой говорили на нашем государственном языке. И только в Казахстане мы видим такую уникальную возможность представителям другой национальности, владеющим государственным языком, себя проявить, получить какие-то возможности. Такие возможности, как участие в различных конкурсах областных, городских, республиканских. Участвовать в таких вот замечательных форумах, проектах. То есть проявить себя, да? Да, проявить себя. И в этом им очень сильно помогает именно наш государственный язык. Ассамблейцы провели круглые столы, провели встречи, сделали выступления в колледжах, в школах, посвященные Дню Республики, вот этому большому национальному празднику нашего государства. Но еще мне хотелось сказать, что этот год нынешний, он год огромных политических изменений. Наше государство пошло по пути реформ. Новый Казахстан, честный Казахстан, вторая республика, справедливый Казахстан. Вот те лозунги, которые у нас сейчас у всех на устах, и то, что мы с вами будем делать. Поэтому впереди у нас большая, интересная, огромная работа, и мы должны к ней подключиться и участвовать все. Все в наших реформах, в наших выборах. Мы скоро отдадим свой голос за кандидатов в президенты. То есть активная политическая работа и нашего центра, и всех наших ассамблейцев, и всех народа, который у нас проживает. И тогда будет успех. Тогда будет действительно честный Казахстан, справедливый Казахстан и новый Казахстан. Вот к этому мы все стремимся. Спасибо. И у нас остается немного времени до окончания передачи. По традиции, ваши поздравления, пожелания всем телезрителям вот в такой праздничный, прекрасный день. Алёна Тимовна. Да, я тоже еще раз поздравляю. Желаю процветания нашей стране, нашей республике. А процветание каждой республики – это процветание каждого гражданина, каждой семьи. Любое государство, любая республика создается для чего? Чтобы создать комфортную службу для своих граждан. Основная задача любой республики, любого государства – это процветание своего народа. И я думаю, что выбранный путь нашей страной, предстоящие какие-то политические большие мероприятия, чтобы они были во благо нашего народа. А то насилие нашей страны, нашей республики. Спасибо. Ну, впереди большая интересная работа. Всем счастья, удачи, успехов. Чтобы мы реализовали те планы, которые намечали. И личные планы, и общественные планы, и политические планы. Чтобы у нас был расцветающий Казахстан. Хочу обратиться ко всем казахстанцам. Хочу всех искренне поздравить с этим замечательным днем, Днем Республикой. Мы очень рады, что этот праздник вновь ввели. Что мы все с нашей дружной страной. Хоть мы и разные, хоть у нас и много национальностей проживать. Мы проживаем все дружной страной, единым народом. И самое главное, несем гордое звание казахстанцев. Хочу пожелать всем здоровья и благополучия. Также хочу обратиться к молодежи. Так как наши старшие сейчас отметили, что впереди у нас очень интересная работа. Очень много работы. Хочу обратиться к молодежи, чтобы они не ленились, учились. Ведь будущее за нашей молодежью, за нами, за нашими младшими братьями и сестрами. Потому что я хотел бы пожелать всем мудр cœн, беспокойств. Мудр Я призываю всем поздравлениям. Еще раз поздравляю. В это время очень переломный, интересный. Намеси всем беспокойный время. Привожный где-то время. Я хотел бы пожелать всем мудрости и спокойствия, мудрости и спокойствия всем нам, рядовым членам, мудрости и спокойствия нашему правительству, президенту, потому что сейчас время, Казахстан не живет в отрыве от всего мира, мы являемся частью этого мира, и те проблемы, которые происходят в мире, происходят, задевают и нас. Я бы хотел, чтобы Казахстан всегда оставался самостоятельно независимым государством, проводил самостоятельную внешнюю политику, внутреннюю политику, и чтобы эта политика приносила всем нам, казахстанцам, мира, процветания и добра. И еще всем здоровья, всего самого-самого доброго. Ну а я благодарю вас за участие в нашей передаче и еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю вам только успехов в достижении намеченных целей, неуклонного движения вперед, благополучия, оптимизма, реализации всех ваших намеченных планов и идей. А на этом я с вами прощаюсь. Еще раз поздравляю всех телезрителей с праздником, с Днем Республики. Желаю вам стабильности, процветания, крепкого здоровья, удачи, благополучия всеми, успешной деятельности на благо нашей Республики Казахстан. До свидания и до скорых встреч на телеканале Акжаик в передаче Куншлаг. Субтитры создавал DimaTorzok